Голоса, подними. Нет, подожди, подожди. Не, не надо. Идите, давайте. Голоса, подними. Представься. Сергей. Полностью, фамилия, имя, и отчество. Андрей. Ты понимаешь, что сейчас произошло? Нет. За что задержан? Нет. В городе Невьянске, известном своей наклонной а-ля Пизанская башней, путевые парни из фонда «Город без наркотиков» совместно с невьянскими антинаркотическими полицейскими под стенами дома на улице не по сезону Мартьянова, сейчас все-таки более логично, Инварьянова, хлопнули с поличным 23-летнего наркобарыгу Сергея по кличке Китаец. Но сие погоняло он получил вовсе не из-за внешнего сходства с азиатами, а потому что давшие ему такую погремуху люди, видимо, считают, что китайцы разговаривают непонятно для русского уха. А писанины у них типа вообще китайская грамота, а предупреждения у них всегда последние. А почему так плохо говоришь? А почему китайцем тебя называют? Ну вот, ты очень плохо говоришь. А все китайцы так разговаривают? Я не знаю. Не знаешь? Началась эта наркобарыжная операция по старинной отработанной схеме. Наркоман Калян, неоднократно попадавшийся операм на потреблении наркосинтетики, именуемой курительной смесью, изъявил желание посотрудничать с полицейскими и сдать своего поставщика Серегу Китайца. Дальше проще. Созвонился, договорился на покупку синтетики на штукарь денег, получил в отделе по борьбе с наркотиками откселенные пятикатку и пять сотенных купюр, ну и поехал на адрес китайцу на улицу Мартьянова. Барыга оказался хитро вывернутым и подумал, что обманет судьбу, если деньги за наркоту возьмет не из рук в руки, а по офигенно шпионской схеме закупщик положит бабло в почтовый ящик, а барыга его немного, погодя, заберет. Ну типа подстраховался, типа это будет не наркосбыт, какое чудовищное заблуждение. Закупщик Калян, получив наркосинтетику, тут же пошел ее добровольно сдавать операм, чтобы невзначай самому не попасть под уголовку. А барыга-китаец минут через десять после акта купли-продажи смеченным баблом пошел в магазин, и на выходе из подъезда оперативники его приделали. Китаец пытался сопротивляться, пришлось его в легкую нахлобучить, а для конспирации на черепную коробку надеть маску. Ты понимаешь, что сейчас произошло? Нет. За что задержан? Нет. Не понимаешь, да? Нет. Я вообще пошел в магазин. Куда пошел? В магазин просто пошел. Лень не под себя. Лень не под себя. К сбыту наркотических средств отношений имеешь? Нет. Сего не продавал кому-нибудь? Нет. А если правду сказать? Он взял их взять, а я ему лично не передавал. А что ты здесь делаешь? Родать наркотиков не было за руки. Передачи наркотиков не было в руке, да? Еще ты никому не передавал, да? Хорошо. А деньги, добытые незаконным путем, а именно от продажи наркотиков у тебя имеются? Нет. Деньги при себе имеются какие-нибудь у тебя? Да. Имеются какие деньги? Чьи это деньги? Мои деньги. Твои деньги, да? С словами... Долг может кто-то дал? Нет. Какой долг дал? Долг это должен был? Нет. С словами скажи, где у тебя деньги находятся? В унитазе. А? В унитазе. Ты сказал, при тебе деньги сейчас имеются? Нет, мы, да. А те, которые у него есть в поле, у него в туалете. По первоначалу китаец, не только плохо говорящий, но и также соображающий, не догнал, что прилип железобетонно на наркозбыте и пытался тупить, что, дескать, он не в делах и какие-то деньги зачем-то он смыл в унитаз. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что меченые банкноты находились у него в кошельке. Вот грешно смеяться над больными людьми, тем более в святые дни, но не могу не подметить, что слово «кошелек» китаец говорил примерно как известный московский карманник кирпич. В известном советском детективе про место встречи. Ну, помните, да? Кафелек, кафелек, какой кафелек? Денежные средства какие-то имеются вообще? Что имеется, где имеется? В правом кармане. Где? В нижнем? В нижнем? Внутреннем? Да, в внутреннем кармане. Что имеется? В нижнем, где кошелек, в деньгами. А, а где эти наркотические средства при себе имеются? В кошельке что у тебя находится? В кошельке. Это все твое, да? Да. Сюда смотри, цифры. 285-60 кс. Дальше смотрим. А вот, смотри, видишь, порошок. Это тоже, скорее всего, наше. 230. Сюда смотри. 697-71. Дальше смотрим. Как эти деньги у тебя оказались? Из ящика. С какого ящика? Из ящика всех учат. Ну-ка, рассказывай, что было. Из ящика всех учат. А дал ты, получил ты их за что? Ну, ничего, просто их забрал из ящика и все. Из прочего ящика. Получил ты их за наркотики? Ну, я не забыл наркотики. Ну, ты сейчас опять слышишь обманываешь. Что ты сказал, что ты их в унитаз смыл? Сейчас ты говоришь, они у тебя здесь в кошельке. Спугался, пожалуйста. Ну, говори правду, что. Я снили, на первую раз, на это испугался, что. Я ничего не понимаю. Я говорю правду, что я раз испугался, когда нас не видели. Деньги ты эти получил за что? За наркотики? Нет, я их получил из ящика деньги эти. Отдал-то ты, продал что? Наркотики на эти деньги? Я не продал. Что ты пишешь-то? Я не продал, поэтому... То есть вам в почте передают деньги через почту, да? Я ему продал, я ему не продал наркотики. А откуда они у тебя тогда? Как ты из ящика взял деньги? Ну, они в ящик, он в ящик получил, я с ящик, я с ящик запал эти деньги и все. Какая разница все равно, та же самая передача, только ящик у вас посредником выступал. Сообразив, что приконопатили его железобетонно и отплыть в зону все равно придется, китаец начал работать на максимальное секвестирование своего срока заточения. То есть покаялся и пошел на сотрудничество. Наркотики где приобретаешь? В интернет-магазине. А? В интернет-магазине. В центральном магазине? В интернет-магазине. В интернет-магазине. В закладки где поднимаешь? Я не понимаю, что в закладки. Ну, а как ты приобретаешь? Ну, ты же в магазине. В городе, нет. В городе Мьянске, да, поднимаешь? Ты реагент поднимаешь или уже готовая? Готовая. Готовая, да? Поскольку ты поднимаешь готовая? По 1, по 2. По 1, по 2 грамма? Разбодяживаешь? Не сделаны, но такие готовые. А, готовые. Дома у тебя находятся наркотические вещества? Нет. Дома наркотиков не имеются, да? Ну, ты как бы понимаешь, да, что произошло? Раскаиваешься? Да. В содеянном раскаиваешься, да? Скажи, пожалуйста, а значит, сотрудничество следствием, ты в дальнейшем готов? Нет. В разоблачении, да, дальнейшей преступности, да, там, кому-нибудь, там, сказать, на кого-нибудь указать, да? Может, еще у кого-то ты берешь, не только в интернет-магазине, правильно? Никого не беру. Что? Никого не беру в интернет-магазине. В интернет-магазине, да? Раскаиваешься, да? Молодежь есть какой-то на путьстве у тебя? Нет, конечно. А? Есть, конечно. Есть, ну, скажи. Какой-то на путьстве? Хорош на путьстве. А? Ну, так, все сказать, все сказать. Ну, что сказать? Молодежь не курила, правильно, зачем, да, людей травить? Позже экспертиза показала, что китаец продал закупщику 0,62 грамма метилового эфира бутановой кислоты, что для данного вида наркосинтетики крупный размер, сбыт которого по 228 прим части 4 УК чреват посадкой в зону на срок до 20 лет в пиковом случае. Но китаец покаялся и, возможно, суд это учтет. На акте раскаяния китайца репортаж об успешной наркоперации фондовцев и невьянских полицейских можно было бы и завершить, но на пасашок не могу вас не порадовать приколюшечкой, развеселившей и фондовцев, и полицейских. Носки с каннабисом. Картина из цикла «Это еще цветочки». Че, где носки покупал? В магазине. Че там у тебя нарисовано? Цветочки. Как? Цветочки. Цветочки. Как вы? Ну, цветочки, все. Спасибо.